7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта Туношно, отправляясь в Минск, где должна была пройти первая игра регулярного чемпионата против Минского Динамо, разбился самолет, на борту которого находилась вся команда Ярославского локомотива. Эта трагедия коснулась весь хоккейный мир, чемпионат КХЛ был остановлен, так и не успев начаться. Сегодня мы вновь вспоминаем всех тех, чьи жизни оборвались 9 лет назад. В этот день на борту самолета были и те, кто часть своей жизни отдал московскому Динамо. Меня зовут Александр Малыхин, и сегодня я расскажу вам о динамовцах, погибших в авиакатастрофе 7 сентября под Туношно. Карл Рахунок Первое пришествие Рахунка в Россию состоялось в 2002 году, когда известный чешский защитник подписал контракт с локомотивом, но первый, блин, вышел комом. И отыграв всего 9 матчей, но при этом забросив 3 шайбы, Карл вновь отправился за океан, где провел один из лучших своих сезонов в карьере. В 2004 году Рахунок вновь оказался в России и снова подписал контракт с Ярославским локомотивом. И на этот раз, закрепившись в составе Алока, он провел два ударных сезона, став одним из лучших игроков в лиге. В 2006 году Рахунок в третий раз отправился за океан, и после нескольких лет в Северной Америке защитник сборной Чехии оказался в московском Динамо, где сразу стал своим. За Динамо Карл провел 102 встречи в регулярных сезонах, КХЛ забросив 19 шайб, сделав партнером 40 голевых передач, а также сыграл в 16 встречах плей-офф, набрав 8 очков. В 2010 году Рахунок в последний раз вернулся в Ярославль, сыграв еще один сезон в составе локомотива. Михаил Баландин Михаил Баландин родился 27 июля 1980 года в городе Липецк, где впервые начал заниматься хоккеем, а позднее, переехав в спортивный интернат в Ярославле, стал много играть за хоккейный клуб «Торпедо». Через терний аренд Михаила креп как защитник и дорос до уровня Суперлиги, что помогло впервые оказаться в Ярославском локомотиве, в котором он провел несколько сезонов. Но закрепиться в составе железнодорожников у него не получилось, и он отправился в Тольятти, где провел самые успешные в карьере годы, завоевав в сладой дважды бронзовые награды. В сезоне 2010-2011 Михаил выступал в составе нашего клуба, проведя в нем 49 встреч в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 14 очков, отметившись тремя заброшенными шайбами, а также помог команде выйти в плывов. По окончании сезона Баландин принял решение вернуться в Ярославль. Александр Карповцев Воспитанник московского «Динамо» Александр Карповцев родился 7 апреля 1970 года. Начал выступление в составе родного клуба в 1987 году, четыре года подряд выигрывая золото чемпионата Советского Союза, СНГ и России. В 1993 году Александр вместе со сборной России выиграл золотые медали чемпионата мира, а уже после отправился за океан, подписав контракт с Нью-Йорк Рейнджерс, в составе которого в компании с Алексеем Ковалевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым стал первым россиянином, поднявшим над своей головой кубок стендер. Вплоть до 2004 года Александр выступал за океаном и вернулся в Россию благодаря локауту в НХЛ того сезона, после чего в его карьере были «Сибирь», «Локомотив» и «Авангард», в котором он и завершил карьеру. Однако долго без дела Александр не был, и уже в концовке сезона 2007-2008 вошел в тренерский штаб «Локомотива», но пробыл там недолго, став помощником зенитулы Белединова в Казанском Акбарсе. В начале 2010 года Александр Карповцев вернулся в Ярославль. Игорь Королев Игорь Королев – воспитанник нашего клуба и начал свое выступление за «Динамо» еще в чемпионате СССР, дважды став чемпионом Союза, а затем и чемпионом СНГ, оставив заметный след в истории нашей команды. Затем в карьере Игоря появилась и сборная Советского Союза, а впоследствии и России, за которой он сыграл на Кубке Канад в 1991 году и чемпионате мира в 1992. В том же 1992 году Королев отправился в НХЛ, где провел 12 сезонов, выступая в составе Сент-Луиса, Виннипега, Торонто и Чикаго. В 2004 году Игорь Королев вернулся в Россию, где выступал до 2010 года в составе «Локомотива» «Металлурга» из «Магнитогорска» и «Атланта», трижды став бронзовым призером чемпионатов России, выиграв Кубок Шпенглера, а также Кубок Европейских чемпионов. В 2010 году он завершил карьеру игрока и принял решение начать тренерскую карьеру. Успешно дебютировав как тренер «Локомотива» в сезоне 2010-2011, дойдя вместе с командой до полуфинала Кубка Гагарина, казалось, что карьеру тренера Королева ждет невероятный взлет. Игорь Королев погиб в возрасте 41 года. Николай Кривоносов Николай Кривоносов родился 7 июля 1980 года в настоящей спортивной семье. Его отец был хоккеистом, а мама занималась фехтованием, впоследствии став мастером спорта в этом виде спорта. Николай тоже стал спортсменом, пойдя по стопам своего отца и стал хоккеистом. Но довольно рано Николаю пришлось завершить свою профессиональную карьеру хоккеиста, поскольку полученная травма не позволила продолжать выступать на высоком уровне. Однако он не стал уходить из своего любимого вида спорта, переквалифицировавшись в тренера по физической подготовке. Николай был тренером «Динамо Минск», «Атланта» и даже проработал в нашем клубе. В 2010 году он присоединился к «Локомотиву». На момент гибели Николаю был 31 год. Вот такой вот выпуск получился сегодня. Прошло 9 лет, но мы помним и выражаем соболезнования семьям всех жертв трагедии под пушкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова